Приветствую вас, уважаемый Николай Валаевич. С теплотой вспоминаю нашу крайнюю встречу в Москве, вашего официального визита. Прежде всего, позвольте вам передать самые лучшие позвания и теплые приветы президента Российской Федерации Владимира Путина. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы дорожим нашими особыми отношениями с Арменией, с братской Арменией. В этом году отмечается 30-летие со дня основания наших дипломатических отношений и 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия является основным внешнеторговым партнером и инвестором в экономику Армении. По итогам января-апреля взаимный товарооборот у нас увеличился на 30% и превысил 890 миллионов долларов. Думаю, что есть еще куда расти. Объем российских капиталов вложений составляет более 2 миллиардов долларов. Тоже считаю, что есть куда расти. И, конечно же, было бы важно для российских инвесторов наращивать свои инвестиции в Армению. В Армении работают крупные отечественные компании, мельтегазовые, транспортные, в других отраслях, в гормондобывающие, в цифровых технологиях. И мы рассчитываем, что правительство Армении продолжит создавать комфортные условия для деятельности российских компаний или компаний с российским участием. Мы заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества, в создании новых производств, рабочих мест. Прилагаем и активнее запускать совместные проекты в разных отраслях, в первую очередь в промышленности, в энергетике, в транспорте, в цифровизации. Эти вопросы находятся на постоянном контроле нашей межправкомиссии. С нашей стороны Алексей Логановичей возглавляет. И в соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутных депутатов. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся и даже увеличатся. Это, мне кажется, имеет очень важное значение для жителей Армении и России. Мы также уделяем особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана. Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председателем вице-премьеров. Сейчас в ходе Санкт-Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание. Ну а сегодня наша встреча проходит на парах заседания Евразийского межправсовета, и Россия и Армения выступают за углублением евразийской интеграции на основе четырех свобод – свободы движения капитала, рабочей силы, услуг и товаров. В Союзе мы принимаем совместные меры, направленные на минимизацию впоследствии санкции со стороны невырушенных государств. Наше решение обеспечивает устойчивость экономик стран-членов Евразии, стабильность на товарных рынках, помогает снизить зависимость от импортной продукции в различных отраслях. Предлагаю по всей взаимной повестке пройтись. Уважаемый Николай Владимирович, вам слово. Спасибо большое, уважаемый Михаил Владимирович. Очень рад вас видеть. Алексей Владимирович Росткович, очень рад видеть. И, конечно, мы встречаемся регулярно. И я тоже с теплотой вспомнил нашу последнюю встречу, которая составила в Москве в рамках моего официального визита. И хочу заметить, что эта встреча была действительно эмоционально приятной. Но еще хочу отметить, что была очень эффективной. И хочу поблагодарить вас, что вы быстро реагировали и реагируете на те вопросы, которые нужно решить для того, чтобы сохранить высокую динамику наших торгово-экономических отношений. Хочу подчеркнуть, особенно вот те решения, которые вы приняли по поводу пропускного пункта Верхний Ларс. Вы знаете, что, к сожалению, пока что это единственный сухопутный путь, который соединяет Армению и Россию. И мы были довольно-таки озабочены по этому поводу, потому что в связи с текущей экономической конъюнктурой это некоторые проблемы создаются в связи с увеличением сухопутного экономических потоков. И очень важны те решения, которые вы уже приняли, о чем мы договорились. И мы об этом говорим и с нашими грузинскими коллегами, что вы вот товарооборот между Россией и Армением не встречал искусственных барьеров. И еще, конечно же, вы заметили в этом контексте, еще, конечно же, очень важно открытие региональных коммуникаций, деплакирование всего региона. И я хочу заметить и еще раз поблагодарить наших коллег, которые Алексея Логвиновича, Милея Гербертовича, которые очень интенсивно занимаются этими вопросами. И, конечно, с сопредседателем Республики Азербайджан. Я надеюсь, что вот та работа, которая была проделана, в итоге, по итогам этой работы, мы, конечно же, придем к конкретным решениям, потому что вы знаете, что открытие экономических и транспортных коммуникаций региона важен для всех стран, я думаю, региона. И вообще в текущей ситуации получают особенную важность. И я думаю, что действительно мы обсуждаем не только вопросы двусторонней повестки, но еще повестка Евразийского экономического союза очень важна для нас. И вы правильно заметили, что и Армения, и Россия заинтересованы в том, чтобы Евразийский экономический союз стал более эффективным форматом. И он, конечно, мы довольны, как работает этот механизм, но, конечно же, всегда есть место для повышения эффективности. Очень рад еще раз приветствовать и уверен, что у нас будет действие на сайте платильных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!